Всех рада приветствовать на своем канале. Напомню, меня зовут Ирина, я таролог и психолог, рада работать для вас. Сегодня просмотрим последствия того, что произошло в вашей судьбе, какие-то непредвиденные обстоятельства, что-то пошло не по вашему сценарию, не так, как хотелось бы. Это поворот судьбы. Здесь явно Вселенная хочет открыть вам что-то новое, показать иное какое-то направление. Ну, в общем, давайте просмотрим, что нам расскажут карты, почему все так и к чему все идет. Итак, последствия того, что произошло, давайте посмотрим ваши энергии сегодня, ваши энергии. У вас высшие силы хотят действительно вывести на какой-то новый путь, карта Луна. Это туманность, это внутренний страх какой-то, боязнь чего-то. Может быть, вы долго находитесь в какой-то нише или находились. Это была стабильность. Там было безопасно в какой-то степени для вас, да, тепло, уютно. Но вы там не могли реализоваться на все 100%. Такое впечатление, что вы приносили в жертву свои желания. Вы не могли реализовать свои знания, умения. Вы не могли реализовать свои планы какие-то. Вы смирились с какой-то ситуацией, может быть, с этой нишей, да, когда попали в нее, вы поняли, что вы одиноки, луна, вой волка, в ночи. Вы поняли, что вы одна или один в этой нише, что со стороны бесполезно ждать взаимопонимания, взаимопомощи, искренности. Не важно, какая ситуация. Может быть, работа связана у вас с вот этой ситуацией, да, когда вы ожидали перспектив для себя, роста личностного, хорошей зарплаты, но не получили этого. Взамен получилось так, что вокруг вас только обман, неискренность, интриги, неясность какая-то, да, какие-то темные игры, нечистые чьи-то замыслы. Но вы с этим смирились, с этой нишей вы смирились. Может быть, у вас, в вашем окружении, да, есть сейчас люди, либо человек, несущий какую-то неясность, может быть, в зависимость вас вводящий. Здесь может быть такая история, какие-то зависимые отношения, да, но мы все зависим от друг друга, так или иначе, потому что мы же не на необитаемом острове живём. Здесь есть какие-то, какое-то вынужденное общение. Вы не хотите общаться с этим обществом, но вы вынуждены это делать, потому что сильно зависите от этих людей. Для кого-то проиграется вот такой момент, момент зависимости. Очень хочется от этого уйти. Тяжело хоть волком вой, да, ощущение одиночества, того, что ты не понят, не оценён по достоинству. Но уйти, пока вы не можете от этого. И вот то, что у вас произошло в жизни, я посмотрю, что там произошло, уже что-то случилось. Это, видите, чем для вас обернётся? Тузум Пентакли и тузум Кубков. Два туза. Если был бы третий туз, можно было говорить об исполнении самого заветного желания. Но два туза тоже неплохо. Это поворотный момент. Это новые возможности. Это новая ступень, на которую вы должны уже подняться. Вселенная так считает. Пришло время для того, чтобы вы посмотрели в какую-то другую сторону. Потому что в той стороне вас ждёт удача, деньги, материальное благополучие, личностный рост и полная чаша судьбы. Вы слишком многим пожертвовали в прошлом. Луна — это жертва, да? Опять же, зависимость — жертва. Когда человек вынужден был смиряться с обстоятельствами и принять те условия, те требования, которые ему навязываются. Вот была у вас такая ситуация. Очень долгое время была, но сейчас всё идёт к тому, что вы выходите на какой-то новый путь, где вас будет ждать новая жизнь, новые перспективы, большая удача, наполнение кубка вашей судьбы. Придёт осмысленность, придёт материальная стабильность. Смотрим дальше. Что у нас здесь? Так, ну, что у нас тут? Четвёрочка кубков. Сомнения, страхи, не верите в себя. Низкая самооценка. Почему так в себя не верите? Вы всё можете, вы маг. Вы хозяйка или хозяин своей жизни, своей судьбы. У вас есть энергетический ресурс для того, чтобы шагнуть вперёд, для того, чтобы выйти из этой зависимости, из этой луны, из этих тяжких оков, в которых вы оказались, из той ниши, которая для вас пуста и бесперспективна. Ресурс есть. Хорошо, каким будет поворотный момент? Каким будет поворотный момент? А вот он, карта Мир. Новый этап, новая ступень в вашей жизни. Что-то новое. Это переход. Переход достаточно серьёзный, глобальный. Это гигантский шаг вперёд из обстоятельств, отягощающих вас или же удерживающих вас в какой-то зависимости. Это новая жизнь, новая страница в вашей судьбе. Это переход от пустой жизни, какой-то бесполезного, бесполезно потраченного времени к осмысленности, к чёткости, к пониманию того, какой жизни я хочу и чего я хочу. Ваш прежний путь обнуляется, очищается пространство. Вы должны уже уйти с него, потому что приходит время, повторюсь. На этом пути у вас была какая-то трудная борьба. Ну, по пажу мечей могу сказать, что люди объявили вам войну, да? Здесь социум какой-то, может быть, один человек. Но здесь идёт именно воинственность какая-то, здесь агрессия в вашу сторону. Здесь какой-то вызов, вам брошена перчатка. Что это значит? То есть провокация какая-то была. Провокация, такая наживка, которую вы должны были сглотнуть. Вот такой момент. Вы предпочли остаться в стороне по карте умеренность. Это не карта отступления, это скорее карта, когда, знаете, человек остаётся при своём мнении, но перестаёт кому-то что-то доказывать. Это понимание того, что социум, который окружает вас, не изменится. Либо вы уже сейчас это понимаете, осознаёте, либо очень скоро поймёте. Вы реально перестанете что-то кому-то доказывать и бороться, потому что борьба — это бессмысленно. Вы только тратите энергию на эту борьбу. И уже потратили впустую достаточно своих энергий. Ваши энергетические ресурсы сейчас нуждаются в восстановлении для того, чтобы продолжать новый путь. Поэтому берегите энергии, не расплёскивайте их зря, потому что в будущем они вам понадобятся. Для построения будущего вам нужен будет мощный энергетический потенциал. Не растрачивайте зря энергии на тех, кто вас не слышит, кто закрывает дверь перед вами. Вот о чём расклад. Обнуляйте тот путь, где вас используют по карте Луна. Луна и дурак. Используют человека, манипулируют для того, чтобы держать в зависимости. К сожалению, сейчас модель социума построена так, что каждый использует другого для достижения своих целей, для заработка. Просто чтобы потешить самолюбие, чтобы находиться над человеком, иметь власть. Вот такой социум сейчас у нас, такая сложная жизнь. Ну, вы абсолютно правильно сделали, если вот реально сейчас ушли от этой ситуации, остались при своём мнении, но и при понимании того, что один поле не войны, вы не измените эту устоявшуюся систему. Вы прервали какой-то путь или очень скоро прервёте вот этот бесперспективный, пустой, путь пустой борьбы, где только тратятся ваши энергии зря. Вы уходите от этого. Хорошо. К чему приходите? Вот карта восьмёрка кубков, да, уход, то, о чём я только что сказала. Ну, а к чему приходите? А приходите вы... Приходите вы к пониманию того, что вам нужно брать ситуацию в свои руки, и вам нужно развиваться, Королева Пентакли, вам нужно личностно расти, вам нужно сделать так, чтобы ваши энергии направлялись в нужное русло. Это пересмотр своей жизни или пересмотр конкретной ситуации, пересмотр своей роли, да, скажем так, в произошедшем. Вы проанализируйте то, что случилось, и останетесь опять же при своих позициях по пятёрке жезлов. Постоянно вызов идёт, постоянно вас провоцирует. Вам нельзя поддаваться на провокации. Ни в коем случае. Кто-то очень сильно желает, чтобы вы сбились с пути истинного, чтобы вы поступили своим мнением, какой-то своей твёрдой позицией. Кто-то хочет пошатнуть вашу уверенность в себе для того, чтобы вы начали соответствовать той модели социальной, которую требует социум. Вот в вашем окружении такая модель принята. Выбиться из этой модели, ну, это значит не поддержать эту систему, это пойти против неё. Дело в том, что вы же там были в этой системе какое-то время. Вы там выполняли какие-то обязательства, обязанности, вы играли какую-то роль в этой системе. И вдруг вы из неё намереваетесь выйти. Происходит что-то такое, что выталкивает вас из этой ниши. И вы понимаете, что вам противно там находиться. Ну, реально, не хочется, не хочу больше. И вот этот социум начинает вас туда затягивать. То есть выйти так просто невозможно из этого социума. Они всё равно будут вас тянуть, будут вам названивать, будут как-то давать о себе знать, будут вас уговаривать, отговаривать от чего-то. Потому что цель этого социума не отпустить, а поглотить, и ещё глубже поглотить, чтобы навязать свои какие-то нормы, свои устои какие-то. Но вы отвёрнуты от этого всего. Вы заняли другую позицию. Вы направлены в себя. Кто-то хочет реально открыть своё дело, королева Пентакли. Вы хотите личностной свободы, финансовой свободы. Вы хотите быть независимой Личностью, чтобы иметь своё мнение, чтобы работать на себя, а не на чужого дядю или тётю. Потому что вы уже досыто наелись вот этой системы, которая несправедлива была к вам, где вы недооценены оказались. Ваши таланты, ваши способности. Никто вас не хотел там понять и принять, увидеть и оценить результаты вашей работы, вашей деятельности. И вас тоже, как Личность, не принимают с вашей какой-то принципиальной позиции. Она правильная, эта позиция. Она верна. Но такое ощущение, что вас социум не слышат. Люди глухие, они закрываются от вас. Потому что они зависимы друг от друга. Там социальная какая-то модель есть, где каждый подчинён этой модели. И каждый держится за своё место там. Потому что боится остаться одному в этом мире. Но, видите, у вас долгое время получалось тоже там оставаться, удерживаться. А потом стало душно. Потом как-то вот вы поняли, что вы не хотите там быть. И обстоятельства стали складываться так, что всё хуже, хуже и хуже. Кольцо сжимается. И это действительно дано вам для того, чтобы вы поняли, осознали, что вам нужно выйти отсюда. У вас высшие силы выталкивают. Сжимается это кольцо, но для вашей же пользы, получается так, для реализации ваших каких-то желаний. Вселенная желает, чтобы вы успели реализоваться в этой жизни свои таланты, свои способности, чтобы вы открыли в себе какие-то тайные дверцы. То есть чтобы ваше желание вышли наружу, да? И вы смогли эту жизнь прожить интересно, осмысленно, продуктивно. Не перебиваться там с копейки на копейку, да? А иметь хороший финансовый поток, стабильный такой. Поэтому трудности здесь вам на руку. Давайте посмотрим, что еще нам карты расскажут. Ну, видите, в прошлом восьмерка мечей вас обижали, вас ранили. Я говорю, здесь такое впечатление, что недооценивали ваши способности. Вы человек перспективный, вы человек готовый работать, готовый вкладываться в результат. У вас есть свое мнение, вы умеете мыслить, думать, планировать свою жизнь. но сталкивались вы с постоянным непониманием со стороны. И более того, более того, вас как бы резко отдергивали, вас тормозили, вас чувствовали конкурентом и не давали вам шагнуть вперед. Все ваши планы, ваши надежды рушились на корню, потому что пресекалось все. Понимали, каких высот вы можете достичь. Но это социум, социум, который привык жить по своим законам. И если вы уж там находитесь, то надо было бы выполнять эти все правила, эти требования. Но я повторюсь, вы это делали. Вы жертвовали собой очень долгое время. Ну а теперь этот период вашей жизни, такой пустой, бесперспективный, абсолютно подходит к концу. Подходит к концу. Ой, и тройка мечей. Вам такие раны наносили за вашей спиной? Здесь и унизительное положение какое-то было. И в состоянии неизвестности вас вводили, держали вас, как на коротком поводке. Туман перед глазами, неизвестность. Может быть, сейчас вы находитесь в такой ситуации. Этот социум держит вас в неизвестности, в подвешенном состоянии. Это манипулирование вами. Если вы ждёте, что там, в этой нише, ещё будут какие-то перспективы для вас, то вы очень серьёзно ошибаетесь. Никаких перспектив здесь не будет. Да, вы натерпелись там много. Вы заслужили, наверное, какое-то высокое положение. Вот вы сейчас так считаете. Вы не хотите уходить из этой ниши? Не хотели бы, да? Я считаю, что вы достаточно тяжёлый путь прошли, чтобы там занять какое-то другое, более высокое, более престижное место. Но поверьте, что ваших жертв, ваших достижений никто там не замечает и не оценит по достоинству. вас держат в подвешенном состоянии, потому что так приятно, потому что манипулировать приятно. Манипулятор получает истинное удовольствие от того, что держит кого-то в подвешенном состоянии. Вас хотят прогнуть под ситуацию, окончательно прогнуть, но не получится. Тройка пентаклей. Строительство новой жизни. Вы уходите от этого пути. Вы оставляете всё это и начинаете что-то новое строить, создавать что-то. Вы увидите перспективу очень скоро для себя лично какую-то очень заманчивую. И эта перспектива принесёт вам через время достаточно хорошую, такую крепкую стабильность. финансовую прежде всего. Карта пентаклиевая. Вам очень нужна сейчас финансовая стабильность. Будет шанс, будет возможность, но нужно будет работать. Он, бедный, вытачивает этот цветок из камня каждую загоголинку. Понимаете, что в это надо будет вложиться. Это творческий процесс для кого-то. То есть здесь нужен творческий подход, разносторонние знания, умения. Умения применить какие-то новые свои знания, то есть получить их где-то. Может быть, продумывать, кто-то будет, что нужно знания получить, где, какие знания мне нужно получить. Это период самоопределения, когда человек уходит от прошлой ситуации, где ноль, пустота и перспектив нет, во что-то новое, где для того, чтобы начать, нужно определиться, нужно получить знания, нужно чему-то научиться или же уметь применить уже имеющийся опыт, применить к новым условиям каким-то. Так, что еще нам карты расскажут? Период отчаяния. Вы долгое время, возможно, жили вот в этом состоянии, когда справедливость торжествует, но только не для вас. Вот все прекрасно у всех, но только не у меня. Здесь скрытая боль, скрытая от людских глаз, пятерка кубков, а человек раздавлен, человек разбит, не оценен, не услышан, и вам очень хотелось правды, правосудия, но вы не могли показать это, ну иначе вас из этой ниши давно уже выбросили. Это подавленные в себе эмоции, которые разрушали вас какое-то время, может быть со здоровьем даже были проблемы, у кого-то проиграется. Это все потому, что вы загоняли внутрь себя глубоко вот эту боль, боль от несправедливости, которая происходит вокруг. Вы человек деятельный, вы королева жезлов. Но если мужчина, то же самое, да, здесь огненная энергия, человек подвижный, человек динамичный, человек стремящийся развиваться, расти, то же самое, но более мягкая энергия, чем король жезлов. вы вложились когда-то по полной программе и думали, что через время получите результат семерка пентаклей, когда сеешь семена с расчетом на то, что они взойдут очень скоро, и ты начнешь потихонечку выращивать этот урожай и получишь в конце концов большой результат, но это не оправдалось. И от этого отчаяния и боль еще больше, и вы долго жили с этой болью от несправедливости, от зря потраченного времени, осознания именно того, что время потрачено зря, на что я трачу жизнь, на что я потратила или потратила свое время, на кого я потратила. Ну посмотрим, что еще расскажут карты. вас этот социум уже довел до такого состояния, что вы на коленях стоите. Или еще доведет, если вы не уйдете. Если вы сейчас рассчитываете на то, что там какие-то будут для вас перспективы роста, то здесь колени идут, вас поставят на колени, поэтому сейчас и держат в подвешенном состоянии, прощупывают вас досконально, найти пытаются ваши слабые места, чтобы поставить на колени окончательно, то есть подчинить вас той модели поведения, которая уже проверена, которая обкатана, то есть вот хотят, не знаю, почему не оставляют вас в покое, почему-то вот не оставляют, не дают вам уйти спокойно, но видите как, вы очень скоро будете продумывать какой-то новый путь все-таки, то есть смотрите, что здесь у нас двойка мечей, рыцарь пентаклий, то есть человек доведен до отчаяния, поставлен на колени, поставлен перед какой-то перед выбором, скорее всего, да, двойка мечей выбор между чем-то и чем-то, такой острый, насущный выбор, его надо сделать быстро, или сейчас, или никогда, вы будете поставлены перед каким-то выбором, перед какой-то проблемой или дилеммой, и именно эта ситуация сожмёт вот это кольцо ваше ещё теснее, настолько тесно, что будет уже нечем дышать, совсем нечем дышать, и тогда вы выбираете по рыцарю колёс какой-то путь, вы уходите, уходите куда-то, здесь по четвёрке жезлов кто-то вам помогает выбрать другой путь, душевное общение, наставничество, искренность, открытый разговор, да, кто-то приносит вам какую-то хорошую новость, которая меняет в корне вашу вот эту позицию на коленях, и вы, я бы сказала, что здесь многие не дадут просто вот поставить себя в такое очень зависимое унизительное положение, вовремя, вовремя вы выберете новый путь, среагируйте вовремя, как бы вывернитесь из этой ситуации, многим женщина поможет, но не обязательно, расклад все-таки общий, здесь идет просто человек, друг, помощник, который, может быть, дает совет в нужное время, в нужном месте, как говорится, может быть, кто-то, кто предлагает вам что-то, здесь предложение может проиграться, а попробуй вот так, а попробуй вот это, и вы находите для себя вариант в итоге, наиболее оптимальный, наиболее выгодный может быть в какой-то степени, и вы выходите в самодостаточную личность, королева кубков, когда реализуется ваш внутренний духовный потенциал, кубки эмоций, чувства, таланты, способности, кубки часто говорят о том, что человек начинает жить сердце, думать сердце, вы слишком много испытали от этого социума холода, такой, знаете, жесткой какой-то логики, расчет, холодный, колкий, власть, да, там каждый держится за свое положение, каждый хочет властвовать, такие тяжелые энергии в том социуме были, а вы, видите, вас как показывают, вы же человек с духовным начином, вы эмоциональная, даже если вы мужчина, все равно вы человек эмоциональный, вы не можете на своих эмоциях поставить замок, и заставить голову думать, вам трудно, вы все-таки живете сердцем, для вас есть какие-то в жизни нравственные рамки, за которые вы не перешагнете, вот просто не можете, это не в вашем, не в ваших правилах каких-то жизненных, да, вы избираете себе новый путь какой-то, посмотрим, что это будет за путь, открытие дорог, открытие дорог, ситуация дестабилизации и какие-то навыки, умения, все, чему научила вас жизнь, все, что дала вам природа, вот это все надо будет в себе вытащить, уметь из себя, вы берете свою жизнь как бы в свои руки и начинаете работать, работа, деятельность кипучая, энергичная, здесь многое будет зависеть от вас, кто-то здесь открывает свое дело, просто решает, работает на себя, потому что невозможно терпеть этих всех начальников, коллег и все время терять что-то, да, вкладываться, но терять, вы уже от этого уходите, все, вы сыты этим по горло и начинаете направлять энергии внутрь себя, много работы, вы понимаете, что это большая ответственность, ну понятно, да, работа на себя это не чай распивать с девяти до шести в офисе, здесь нужно будет определить для себя стратегию направления, испытать себя, да, смотреть, как воспринимают то, что ты делаешь сам, вы что-то начинаете отдавать в этот мир, отдача будет мощная ваша с вашей стороны, а вселенная в свою очередь чем вас одарит в ответ на вашу отдачу, одарит вас новыми знакомствами, какими-то пентаклиевыми союзами, такими выгодными союзами, партнерскими, одарит вас мудростью, мудрым, правильным подходом, то есть вы будете строить отношения, исходя из каких-то денежных своих интересов, в первую очередь, конечно, но поскольку вы человек духовный, для вас важны какие-то нравственные нормы, то, естественно, вы и этот момент будете учитывать. Здесь волк — это мудрость, мудрый подход, это как раз умение сбалансировать материальное и духовное в общении с людьми, в построении нужных партнерских союзов. вы будете иметь очень много четверка пентаклей, будут даже завидовать вашему финансовому успеху. Завистников много будет по дьяволу. Здесь даже не столько финансовому вашему успеху, сколько вашему умению выкрутиться. Ну, скажем так, крутиться, вертеться в этой жизни. Может быть, прежний социум будет над вами давлеть, контролировать вас, не знаю, следить за вашей жизнью. Может быть, еще дополнительно кто-то появится, но здесь как бы идет такой момент, что завидуют силе вашего духа, вашим энергиям, вот этой мощи, которая способна возродиться из пепла. Вас уничтожали как могли, вот тот социум, там была у нас тройка мечей, десятка, какая там карта была, тройка мечей, восьмерка мечей, да, уничтожали как могли двойка мечей, там на колени вас хотели поставить, я не знаю, поставили или нет, но хотели точно, а тут вы как бы от этого всего уходите, находите для себя какой-то перспективный вариант, начинаете в это вкладываться, и у вас идут перспективы, у вас идет личностный рост и материальная стабильность, и опять дьявол появляется, да, забрать что-то ваше, поживиться чем-то вашим, но вы иерафант, не тут-то было, вы уже не тот человек, которым были раньше, вы познали уже достаточно эту жизнь с разных сторон, даже если вам не много лет, вы уже кое-что понимаете в законах мироздания, вы неплохо разбираетесь в людях, это все после прошлого, на вашем пути встречались ну какие-то прям отпетые, я не знаю, тут интриганы, мошенники, я не знаю, кто там, люди очень такие, ну нехорошие, да, с негативной энергия, там много обманов, много манипуляций, но они так живут, вам они тоже даны были для чего? Для того, чтобы вы познали законы мироздания, невозможно познать эту жизнь, находясь все время под колпаком, встречая только душевных, добрых, искренних людей, невозможно, жизнь нужно познать с разных сторон, об этом карта Иерафант, познали вы уже зло, теперь познаете добро, добро. Ваш мир, скажем так, значительно уменьшится, круг вашего общения. В будущем вы будете фильтровать окружение, десятка мечей, потому что слишком много болей было, и вы понимаете уже, как Иерафант, как человек взрослый, как человек, много знающий об этой жизни, осознаете тот факт, что подпустив к себе человека, не обратив внимания на его суть, на набор его энергии, можно очень серьезно пострадать самому потом, понести серьезные потери, а у вас будет уже свой какой-то комфорт личностный, своя зона комфорта, где вам будет хорошо, стабильно, где вас будет все устраивать, вы очень быстро выйдете на новый уровень жизни, не бойтесь выходить из этого социума, там нет перспектив, там болото, вы очень быстро выйдете на какой-то свой уровень личностного комфорта, девятка Пентакли, моя любимая карта, говорит о самодостаточности, когда человек доволен тем, что он делает, приятно отдавать что-то во Вселенную, ты понимаешь, осознаешь, что Вселенная в ответ дает тебе новые позитивные возможности, дает тебе здоровье, энергии, материальные ресурсы, и ты ни в чем не нуждаешься, ты получаешь удовольствие от каждого прожитого дня, вы можете прийти к этому уровню, перспективы есть, итог для вас, итог новое начинание, Паш Пентакли, новое начинание, новый путь, вы все равно начнете этот путь, троечка жезлов, путь к солнцу, путь к процветанию, верный путь, верно сделанный выбор, реализация своих возможностей, открытые двери, путь души, да, то есть путь, который принесет удовлетворение и материальную стабильность, перспективное начинание, ваше солнце только восходит, восходит вернее, восходит только, сколько бы вам лет ни было, даже если, там, не знаю, за 50, за 60, ну, вот так бывает, бывает так, что мы пол жизни проживаем не на том пути, не те люди с нами рядом, не та ниша нам кажется перспективной, какая на самом деле таковой являлась бы для нас, но Вселенная рано или поздно выводит нас на истинный путь, вы выходите на этот путь, вы начнете новую жизнь, и там не будет по пятерке мечей борьбы за место под солнцем, не будет подлости и разочарований в людях, потому что ваш мир будет закрыт от негатива, вы просто целенаправленно будете идти вперед, исходить из своих желаний, из своих эгоистичных в хорошем смысле этого слова потребностей, делать все для себя, все к себе в свою норку, в свой домик, чтобы мне было хорошо, вы перестаете раздавать попусту свои энергии, свой энергетический потенциал мощный, и начинаете пользоваться им, он вам дан, вам, вот какое ценное понимание приходит к вам, вы реализовываете себя в этом мире, жизнь коротка, времени не так много, стоит ли ее тратить на тех, кто не слышит вас, кто не желает услышать вас, кто не хочет быть искренним, кто выбрал свой путь жить в стаде в социуме, где приняты свои законы, где есть своя система, это их выбор, вы к этому выбору не имеете никакого отношения, вот такой расклад, надеюсь, что он все-таки заставил вас что-то переосмыслить, что-то взглянуть несколько по-другому, по-новому, в общем, есть о чем подумать, пишите, пишите, что думаете, я всегда рада любой вашей обратной связи, благодарю всех за просмотр, надеюсь, что информация была для вас полезной, всем пока!